Мануальная медицина Во-первых, это отдельное направление клинической медицины То есть это не отрасль неврологии Это не раздел нейрохирургии Это не раздел ортопедии Это отдельная клиническая дисциплина За рубежом врачи мануальной медицины готовят специальных учебных заведений Потому что диплом невропатолога, диплом нейрохирурга, ортопеда и вообще врача Не дает знаний по мануальной медицине, к сожалению В нашей стране в том числе То есть знания по мануальной медицине в нашей стране, к сожалению Врач получает не благодаря, а вопреки Это плохо, конечно, но тем не менее это так То есть это должно быть отдельное клиническое направление Со своей терминологией, со своим методом понятий и аппаратом диагностики Со своим типом клинического мышления В основе которого лежит принцип гомеопатизма, галеологизма и так далее Кроме я говорил Объектом воздействия и изучения в мануальной медицине Являются пато-биомеханические изменения Термин совершенно непонятен людям в белых халатах Даже с высшим медицинским образованием Мы с вами привыкли, что мануальная медицина Это метод лечения остеохондроза Пару слов о остеохондрозе Остеохондроз это сказка, которую придумали дяди и тети На территории бывшего Советского Союза Поскольку знания, анатомия, нейрофизиология и биомеханики В головах этих дядей и тетей отсутствовали И отсутствуют по сегодняшний день Поэтому остеохондроз нигде в мире Такой диагноз не существует Его нигде в мире не ставят Нигде в мире не лечат Это заповедник коммунизма Который присутствовал нам с вами По наследству от советской медицины Поэтому мануальная медицина Это не метод лечения позвоночника Это не метод лечения остеохондроза Задача мануального терапевта Выявить пато-биомеханические нарушения И их устранить Если эти изменения приводят к язвенной болезни Что будет связано с язвенной болезнью? Сначала обострение, а потом? Ремиссия А потом ремиссия Как в гомерпатии Когда мы даем первую дачу гомерпатического препарата Чего мы ждем у больного? Обострение ждем? Совершенно верно Почему возникает это обострение? Потому что мы активизируем Санно-генез Чего вы про таке? То есть пато-генез Это путь от здоровья к болезни Санно-генез Это путь в обратном направлении Так вот задача мануального терапевта Найти пато-биомеханические изменения Устранить их для активизации Собственных защитных сил организма человека Санно-генез Это почти как гомеопатия С целью коррекции Ручными Опять же ручными методами Двигательного стереотипа И потом Я потом расскажу Дальше про это То есть таким образом Мы можем сказать Что если я Скажем врач-невропатолог До обеда Пау, сделаем До обеда работаю Невропатологом в поликлинике А после обеда Я вывескую двери кабинета Меняю И пишу Мануальный терапевт То это что? Это халтура Почему? Забыл Эту самую Мы с вами начнем По-новому смотреть На анатомо-морфологические основы Мануальной медицины Ну во-первых Человек Это механическая система То есть это не проверка С жирами, углеводами И белками Как это мы учили до этого Да? Учили вы это или нет? Учили Вы учили это на биохимии Вы учили это на химии Вы это учили на фармакологии Но ведь пардон Человек кроме того Что да Он на 8% из воды Но ведь эта вода В чем-то держится То есть какие-то механические структуры Обеспечивают вертикализацию человека И вот одна из таких основных структур Которые обеспечивают вертикализацию человека Это костная Это кость Но это не замерзшая структура Это структура Которая постоянно подвергается каким-то изменениям В чем эти изменения состоят? Они состоят в расположении Гарресовых каналов Силовых линий В толщине надкостницы Компактного вещества Воскуляризация надкостницы сосудами В толщине остеонов Следующий давайте От чего зависят в свою очередь Эти параметры Кости Как механически твердого физического тела То есть кость Как физически твердое тело Подчиняется законам физики твердого тела Ну это вы видите Губчатая кость Вы видите компактная кость Поехали дальше От чего зависят Скажем Вот посмотрите Это кость Человека Который Ну скажем так Находился длительно В состоянии гиподинамии И вот нормальная кость Которая Которая нагружается Механическими нагрузками Вы видите разницу Вы видите В чем она заключается В толщине Калоеновых прослоек В контурах Гаверсово канала Видите четкие контуры Через которые проходят сосудистые русла Нервные волокна То есть трофика кости Которая испытывает механическую Адекватную подчеркиваю нагрузку Будет несколько иной Чем механические характеристики кости Которая этого не испытывает А теперь давайте подумаем А от чего зависит Скажем Наличие вот такой кости И вот такой У конкретного человека Не взагали В популяции А конкретного Так согласен Еще от чего От физических нагрузок От образа Жизни То есть валиологизм Валио это образ жизни Быть здоровым Да? Здоровый образ жизни Значит если человек Ведет здоровый образ жизни Много двигается Даже если у него Он может быть старым Или там женщины Двигаются меньше мужчины Больше Не важно Это не самый главный фактор Самый главный фактор Это образ Двигательной активности Человек который ведет Активную двигательную активность Даже имея Какие то нарушения От нормы Его Косная система Будет в состоянии Компенсировать Эти изменения Дальше по это Поэтому Когда на рентгенограммах Мы с вами видим Паузу делать Когда мы на рентгенограммах Видим Даже какие то изменения Которые приводят в ужас Больных И в радость Рентгенологов Это еще ни о чем Абсолютно не говорит Мы должны сразу Сопоставить Те изменения Которые мы видим У нашего пациента С тем образом Жизни Которую он ведет Существует Такое понятие Как ремоделирование Кости В результате Физических нагрузок Вот показана Итапная кость Когда возникает Когда возникает Нагрузка Кость Деформируется И на одной стороне Костной пластинки И на другой Возникает Радость потенциала Ну это нормальный Физиологический процесс В зависимости От потенциала К этому месту Мигрируют Или оскокласты Или оскокласты Которые начинают Свой процесс Что делают Оскокласты Они формируют Строят кость Что делают Оскокласты Они разрушают Визируют Поэтому Через какое-то время В результате Асимметричных нагрузок Ну что это Асимметричная нагрузка Это портфель Который мы несем Сумка Это стул На котором мы сидим И так далее То есть Это не возраст И не пол И не радиация И не Чернобыль Здесь вина Образ жизни Да Очень легко И престижно Валить все на экологию На Чернобыль Это сулип Вы сами понимаете Что Звание Деньги Но для больного Это не важно Для него важно Чтобы вы умели Увидеть Насколько он Со своими структурными Изменениями Морфологическими Адаптирован К конкретной Среди обитания К конкретному Образу жизни И вот такая Деформация Которую мы увидим На рентгенограмме Мы увидим на рентгенограмме Эту деформацию Или нет Увидим Но будет Ну может быть не всегда Но если она скажем Уже сформировалась Сосифицировалась То мы ее увидим Но всегда ли эта деформация Будет патологической Не всегда Чаще всего Деформация Это попытка Организма Компенсировать Какой-то Функциональный Дисбаланс Какой-то Какой Надо уметь найти Поехали дальше Поэтому Когда мы говорим О костной ткани Мы должны понимать Что это Мобильная структура Которая Очень быстро Реагирует На всякие Изменения Механики Человеческого тела И вот здесь Уместно Привезти закон Вольфа Он еще по-другому Называется Закон Гвинтера Кольпмана О том Что в результате Механических Нагрузок Кость Претерпевает Компенсаторные Структурные Изменения Это нормально И вот Умение Отличить Структурные Изменения Компенсаторного Характера От Структурных Изменений Патологического Характера Это не так-то Просто Потому что Рентгенологически И то и другое Выглядит Практически Одинаково Следующий Поехали Мы должны Об этом всегда Помнить Когда говорим Рассматриваем Рентгенограммы И так далее По одной Рентгенограмме По морфологии Костной структуры Нам трудно Судить Насколько Этот человек Был функционально Адаптирован Следующий Это суставы Именно суставы Обеспечивают Многозвенную Структуру Человеческого Тела И степени Свободы Суставы Вы знаете Бывают Диартрозы С полостью Суставов Суставной Полостью И с большим Объемом Движения Бывают Синхондрозы Бывают Синфизы И бывают Плоские Суставы Следующий Синостолы Следующий Объем движения В каждом Из этих Суставов Различен Вот Строение Синомирального Сустава Вы его Я надеюсь Знаете Я не буду Рассказывать Что-то скажу Обратите внимание Что Трущиеся поверхности Диартроза Неконгруентны Хотя По законам Механики Все трущиеся поверхности Вы должны быть Какими Плоскими Гладкими И конгруентными Одинаковыми Если Они будут Негладкими То такая машина Двигаться Что Не будет А у человека Наоборот У него Все трущиеся поверхности Не являются Конгруентными Для этого Существует Специальный аппарат Который Обеспечивает Конгруентность Гладкость Трущихся Плоскостей Во-первых Это Сам сустав Хрящ Хрящ Во-первых Во-вторых Это Система Синомиральной Жидкости Синим Показано Которая Смазывает И вот Если В этих Структурах Возникает Какая-то Проблема В хряще И Синомиральной Жидкости То такой сустав Работать что? Не будет А теперь давайте вспомним От чего зависит Секреция Синомиральной Жидкости? От работы От движения Совершенно верно От чего зависит Тропика В хрящах? От кровоснабжения Нету сосудов В хрящах От движения А если мы Больному С болью В коленном Суставе Докладываем Гипсовую лангету И говорим ему Ходить вам что? Нельзя То что мы с ним Делаем с этим больным Мы искусственным образом Ухудшаем Секреции Синомиральной Жидкости В питании Хряща И тем самым Мы провоцируем Дегенеративно Дистропические Изменения В суставе Поэтому Будет ли это Лечение? Да не в жизнь А если бы В такой сустав Вводит Гидрокортизот Сного Что делает Гидрокортизот Синомиральной Жидкости Сустава Из хряща Нет Он Цементирует Мембрану К чему это приводит? Это приводит К грубому Жесткому Хрящу Образованию Да? И к уменьшению Количества чего? Синомиральной Жидкости Поэтому Такой сустав Теряет свою Биомеханическую Что? Функцию А функцию Движения И амортизации Поэтому Это поголовное Увлечение Особенно Нейрохирургами Ортопедами Новоклиновыми Блокадами Это только Признак Врачебной Некомпетентности Дальше Поехали И незнание Анатомии Поехали дальше Что еще Мы должны Паруслов Пауза В мануальной Медицине Огромное Значение Придается Такому Явлению Как Менискоид Вот если Вы возьмете Учебник По анатомии То такого Слова Вы учебники В этом Не найдете Есть Мениски Есть Да Есть Диски И мениски Если Вы возьмете Учебник По хирургии По ортопедии То такого Слова Как Менискоид Вы тоже Не найдете А в чем Причина Причина В том Что Внутри Синомиральной Жидкости Внутри Синомиральной Полости Давление Меньше Чем Где Чем Снаружи Давление Синомиральной Жидкости Полости Меньше Чем Давление Атмосферное Поэтому В результате Разности Давления Часть Тканей Капсулы Сустава Что Делает Втягивается В полость Сустава Ведь Мы говорили Что Эти полости Неконгруентны Здесь Рисунок Немножко Неудачен Они не должны быть Что-то неконгруентны Эти полости А вообще Эта часть Тканей Капсулы Втягивается В полость Сустава Обеспечивая Конгруентность Трущихся Поверхностей Но ведь Это сустав В статике А ведь Сустав Постоянно Что делает Двигается Поэтому Вот этот Менисколь Постоянно Меняет Что Свою Геометрию Он увеличивается Уменьшается А в состав Менискольда Ходит жировая ткань Сосуды И нервы И если В результате Каких-то Внешних факторов Травма Например Если В результате Какого-нибудь Переохлаждения Старость В конце концов Нарушаются Эластические Свойства Этого Менискольда То В какой-то Момент Движение Может Что Произойти Менискольд Не успеет Как бы Дефорнироваться Под Движущийся Костный Фрагмент И что Произойдет Произойдет Компримация Менискольда И что Такое Нам будет Больной Рассказывать Он будет Говорить На боль Компрессия Рецепторного Аппарата Он будет Мы будем Видеть Отек Компрессия Судистого Аппарата Мы Увидим Ограничение Движения Поскольку Конкурентность Трубчат Больной Будет Нарошена Мы Увидим Суставной Болевой Синдром Если Мы Этому Пациенту Дадим Реоперин Уколи Мы Поможем Ему Или Нет Нет Если Мы Такому Больному Сделаем Пункцию И ведем Навокаин Сустав Мы Поможем Частично Поможем Мы Поднимем Давление Внутри Сустава Менискольд Немножко Что Распремится И на Какое-то Время Мы Этому Больному Поможем Но Это Будет Временное Поскольку Как Только Действие Анестетика Пройдет Давление Выравняется Вся Проблема Что Сделает Вернется Но Мы Можем Этому Больному Помочь По Другому Мы Можем Взять Руками Дистальный И Поксимальный Отдел Кости Развести Вот Уметь Надо Делать Определен Темп И Силой Развести Определенные Движения Которые Помогут Нормализоваться Архитектоники Внутри Суставной Полости Этого Сустава И Минискоид Будет Освобожден От Компрессии И Такой Суставной Синдром Что Сделает Исчезнет Можно Можно Почему Нейрохирург Почему Ортопеды И Анатомы Не знают О существовании Минискоидов Потому что Анатом Работает С трупом Давление Внутри Сустава И Снаружи Какое Одинаковое Это Постмортальное Изменение Это нормально Хирург Когда Вскрывает Полость Капсулы Сустава Когда Вводит Артроскоп Давление Что делает Выравнивает И Минискоид Что делает Исчезает А как же Узнали А узнали Не так давно В конце 90-х Годов При помощи Магнитно-ринансовой Томографии Когда Стали делать Послойные Томограммы Через суставы То Увидели Обнаружили Обнаружил Немецкий Ученый Гольф 90-х В начале 90-х Годов Но Для большинства Специалистов Медиков Это Открытие Осталось Невоскребованным Но Если это так То тогда Надо отказаться От практики Неврокаиновых Блокад От практики Ненаркотических Аналогетиков Они там Не нужны В этом случае Они противопоказаны А ведь На этом Построена Вся практика Ортопедии Неврологии И нейрохирургии Поэтому Докторам Придется Остаться Без чего Без работы Без Кустохлеба И это Открытие Не увидели Менискуида Менискуида Открытие Менискуида Не увидели Но Мануальные терапевты Они с удовольствием Отреагировали На это Открытие Почему Потому что Открытие Менискуида Позволило Объяснить Действие Эффективность Мануальной терапии Именно на суставах А скажите пожалуйста Два позвонка Выше и ниже лежащих Они имеют С собой Друга Такие Синеральные суставы Дайми Два вверху и два внизу Друга 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 10% наших больных Действительно Дисковая патология Имеют проблему диска Точнее так 10% наших больных С диагнозом Дисковой патологии Имеют Действительно Дисковую патологию А 90% Это совершенно Другие причины Которые доктор Просто не сумел найти И чтобы Куда-то этих Табак спрятать Которые они Умерли Он поставил Диагноз Астахандроз Диск И так далее К чему Приводит Все что я Рассказывал Активность В этих структур Она приводит К изменению Объема движения Активного Функционального И пассивного Или анатомического Это показана норма Следующий слайд А вот что происходит Если По каким-то причинам Скоржение Трущихся поверхностей Сустава синавиального Нарушается Мы видим Резкое уменьшение Активного движения За счет чего За счет увеличения Пассивного Возникает Так называемый Функциональный Барьер Мы об этом Будем говорить И преодолеть Этот функциональный Барьер Работая только С суставом Невозможно Потому что Сустав никогда Не работает Сам по себе Он всегда работает С энергии С чем? С мышцами Которые его окружают Следующий слайд Поэтому Мы должны По-новому Подходить Не только К анатомической Роли И функции кости Клинической Функции кости Но и суставов Фасция Вот действительно Кому в жизни Не повезло В медицине Так это фасция Фактически Ни одна Врачебная дисциплина Не занимается Проблемами Фасциальных Футляров Считается Что было бы кости А мясо Что? Нарастет Хирурги Вообще Они фасцию За человека Не считают Можно его П-образным шов Фасцию Прошить Прошить Куда только Глаз Полоположил Но фасция Тончайшее Строение Архитектоника Очень сложна Это сетчатое Образование С определенной Ориентацией Коллагеновых Волокон Которые Опять же Обеспечивается Функциональной Двигательной Оргенностью Человека Поэтому Как вы думаете Направление Коллагеновых Волокон У всех Здесь Присутствующих Одинаковое Или нет? Конечно Нет Поэтому Проблема Операционных Разрезов Нельзя Всех Оперировать Одним Операционным Разрезом Потому что Ход коллагеновых Волокон В поставленных Футлярах У всех Будет Какой? Разный Но Хирурги Применяются Стандартные Типичные Разрезы Полковичу Яхону Пофёдову И так далее Ну конечно Проще Разрезать От фонаря Чем Напрягаться И думать Где этот ход Конечно Как знаю Этого надо Учиться Этого надо Уметь Это делать Это все Не так-то Сложно Другое дело Что этому Не учат И доктор Этого не умеет Это другой Разбор Поэтому По акциям И мышцам Мануальной Медицины Свое Трепетное Отношение Которому Нет ни в одной Тренической Дисциплине Поэкорридат Следующий слайд Мы еще По пассиям Поговорили Акцентирую Ваше внимание Нервная Синтез коллагена От чего Зависит Количество Направления Коллагена От активности Фитом Трепетное От активности Депрогласов От трофических Свойств От трофических Свойств Трофических Свойств Тканей От кровообращения От функциональной Двигательной Активности Опять мы пришли К тому С чего начинали Что функциональная Двигательная Активность Каждого Индивидуума Она по блокам Определяет Строение и костной структуры и сустава и фасциального купляра дальше поехали кому-то даже нервное волокно особое внимание нет вот показана схема чем отличается по строению коллагеновых волокон по комплектации коллагенов архитектоники коллагенов волокон гость фасция и сухожилия по ориентации по пространственной ориентации в кости это своя ориентация в фасции другая и сухожилия 3 поехали дальше следующее не менее трепетное отношение это к мышце мышцы это сложный двигательный орган это сложная биохимическая лаборатория которая химическую энергию питательных веществ трансформируют кинетическую и потенциальную энергию к сожалению в клинической медицине к мышце опять же существует некое пренебрежение в частности терапевты и педиатры очень любят эту мышцу что сделать проткнуть чем иголкой а в иголку это еще и налить ну например b12 или антибиотик как вы думаете что случится с мышцей если в нее ввести антибиотик или какой-нибудь агрессивный химический раствор типа витамины накроз локальный спазм и ишемии и затем накроз химический и ишемический накроз сможет ли такая мышца вернуться к своей первоначальной функции никогда а вы представьте что техника внутри мышц этих инъекций трудом ягодичную мышцу которая является той мышцы которая сделала человека человека но не сомнения что ягодичные мышцы имеют определенный эстетический компонент но мы говорим больше о функциональном кармарсе не списали что труд и рука сотвори человека ерунда ягоди шариков с карломарсом и лесом не согласен с обоими не согласен ягодичная мышца сделала человека человека она освободила руку и уже рука стала трудиться и вот если это в эту ягодичную мышцу вводится 10 дней подряд три раза в день пиццелин нет его это ампицелин то вы представляете что это ягодичной мышцей будет а если это вводится ребенку год-два до пяти лет когда мышечная масса только формируется сможет ли этот ребенок полноценно перемещаться в пространстве уже будущих взрослых но те же могут а те же могут ой об этом и поговорим вы знаете о том как ходит наш народ без слез смотреть нельзя мы об этом но это она будет на практических занятиях мы возьмем жертву среди вас и посмотрим как он ходит и поверьте мне особенность а другая дело патология походки поэтому такое вот барбарское отношение к мышце со стороны итак давайте вспомним строение позвоночника состоит из отдельных позвонков которые имеют тело поперечный отростку труски дугу астистый отросток спиноводговой канал и два суставных отростка 2 верху за 4 2 вверху 2 внизу в том числе которых соединяются друг с другом позвонки ринейны так называемый позвоночный стол который имеет физиологические изгибы перед городов кипот сзади два ростов цельный поясничный два типоза грудной и крисовок общего следующий то есть это общее вы знаете повторять не надо но вот давайте по-новому учитывая те принципы хоризма и так далее которые мы говорили взглянем на функции позвоночного столба традиционно ортопедия травматология рассматривает позвоночник как функция опора и движения как опорно-двигательный аппарат но это только на первый взгляд но во-первых позвоночник имеет антигравитационную функцию он это основной костный каркас который обеспечивает вертикализацию человека это и защитная функция защищает спиной мозг который располагается внутри припоза пенотового канала это орган и равновесие поскольку вот эти изгибы во фронтальной и сегитальной плоскости обеспечивают оптимальную статику человека в пространстве что такое оптимальная статика мы будем говорить чуть позже но я забегу вперед скажу что оптимальным считается та статика которая нравится доктору и не нравится дело пятое нравится на или нет а та которая обеспечивается минимальными мышечными затратами а вот определить какая статика и какими затратами сопровождается вот для этого одного высшего медицинского образования уже мало для этого надо иметь другие знания и другие методы диагностики которые мы с вами будем дальше изучать то есть это функция равновесия затем функция перемещения благодаря движению позвоночника в пространстве человек может может перемещаться в пространстве причем я хочу сразу вас обратить внимание что если мы возьмем изолированное механическое тело в пространстве то у любого механического тела имеется 6 степеней свободы то есть это 6 направлений по которым может тело двигаться ну вы понимаете почему трехмерное пространство туда и обратно по трём осям и того 6 степеней свободы у позвоночника 66 степеней свободы почему потому что благодаря суставным соединением выше и ниже лежащего позвонка мы об этом чуть позже поговорим то есть функция перемещения функция соединительная соединяет все органы и системы благодаря стену мозгу который слагается внутри функция кроветворения вы знаете что тело позвонка это губчатый окос который содержится красный костный мозг поэтому если позвоночник мало двигается изолирован позвоночник то что будет с красным костным мозгом внутри тела позвонка вашей версии атрофия будет будет ухудшена ликваро и гелодинамика ну не ликваро и динамика а скажем так тканевая жидкость динамика тканевой жидкости ухудшится атрофика и будут угнетен кроветворный росток как клинически это будет проявляться аномиями будет проявляться к чему это приводит что когда мы видим ребенка который пошел в первый класс и в первом классе у него обнаружил педиатр участковый анемию то не надо хвататься за препараты железо пусть даже не стоит 50 долларов и они у вас уже куплены специально для реализации и вы являетесь дилером этой фирмы по продаже этих фарм препаратов не надо надо понимать что почему у этого каремия потому что он вынуждена на уроках находится в каком состоянии гипо динамии в согнутом состоянии поэтому трофика тела позвонка красного костного мозга находится в каком состоянии в ужасном саду не выпьем никакого и поэтому он ими я поэтому ферму лекс может в этот момент что делать отдыхать а этому ребенку надо пойти на физкультуру они рисовать ему справку мама потому что мама взяла педиатра за горло и что ему сказала да и справку куда школу на физкультуру чтобы мой несчастный бледный чаморный ребенок на физкультуру что не ходил ковитворно тихо я утрирую но я надеюсь это будет понятно минеральный обмен и сенсорная функция минеральный обмен я надеюсь понятно сенсорная функция я немножко поясню любви к вам бетховен будущий глухин слушал свое девятую симфонию сидя спиной нет корте стру почему вибрация сенсорная функция тканей мышц спины позвоночника связочного аппарата обладает проприоцептивной сенсорной функцией о которой мы должны забывать не надо забывать позвоночник это огромный рефлекторный орган это огромная афферентация передние продольные связки желтых связок капсулы хозяйственных суставов и так далее и тому подобное и игнорировать тот огромный поток афферентации который идет из позвоночника никогда мы с вами не должны ну это примерно то о чем я говорил показана общая схема строения позвонка тело позвонка с передней продольной связкой синим цветом задней продольной связкой с окружающие мышцы не показаны сосуде со нервным волокном и со спинным мозгом внутри позвоночного канала следующий раз помним общую схему строения спинного мозга чтобы идти дальше но у каждого отдела спинного мозга позвоночника имеются свои прибамбасы свои особенности шейном отделе но во первых тела шейного позвонка она маленькая остистый отросток большой поперечный маленький отверстие большое и имеется отверстие для артерия протебрарис почему большие отростки и маленькое тело потому что масса воздействия масса головы небольшая по сравнению с массой тела но количество мышц которые фиксируют голову не дают не падать куда куда трусы да совершенно верно мышцы вы мне позвали они должны чему-то крепиться я не крепятся кости стены поперечного тростка плюс здесь не показан довольно маленький небольшой межпозвоночный диск опыта не показан более того этот межпозвоночный диск с возрастом склонен что делать очень страшно уменьшаться уплощаться это нормальное явление до 15 лет диск воскуляризирован после 15 лет диск невоскуляризирован это нормально то все так это такая физиология и вот когда высота диска уменьшилась объем движения в шейном отделе довольно большой то тела позвонков начинают тереться друг от друга своими краями и в этом месте возникает ложный так называемый ункобертебральный сустав и когда вы говорите вот я покрутил головой и у меня что там я слышу трещит о чем говорит этот треск в шейном отделе позвоночника это говорит о том что тому кто жалуется на треск в шее больше чем 15 лет больше ни о чем это не говорит никаких признаков патологии это не говорит это не болезнь треск шеи в суставах это нормальное функциональное состояние так кстати когда мы говорили о суставах я забыл вам сказать о феномене кавитации там было написано но я уже в этом туркался и не сказал что такое феномен кавитации кавитация треск в суставе в момент движения это хорошо или плохо кстати какие еще есть варианты нормально смотря каких условий и так хорошо это или плохо хруст в шее это нормально только что вы выяснили а хруст в суставе это хорошо или плохо и так мнение ученых разошлись а почему потому что знания ученых основаны на одна баба казала а не на знаниях физиологии и анатомии давайте вспомним ну правда я прорискал эту картинку но вспомним и так у нас есть капсула и два суставных поверхностей две когда мы двигаемся что происходит суставной полостью расширяется она увеличивается и давление в полости что уменьшается давление понятно а в полости находится синавиальная жидкость она по консистенции как сметана она ну она не жидкая как вода это это гель да гелебразная она как сметана значит когда она расширяется полость то и давление в геле уменьшается то газ который растворен в этом геле в этой жидкости а какой газ растворен азот или другие есть варианты азот растворен то что делает азот в момент понижения давления что делает любой газ когда давление жидкости которую он развали растворен уменьшается в сумме тип шампанское возникает кавитация возникает множество очагов разделение границы газ жидкость возникаются пузырьки пузырьки одномоментно практически что делаешь лопаются возникается возникает пена и что мы слышим бабах шампанское это прекрасный ну обычно шампанское все понимают чтобы кавитация вот хлопок во время открывания шампанское это кавитация почему жидкость это вино ну сидор или как там называется это шампанское газ это co2 когда пробку мы открываем давление что делает уменьшается вот тоже самое в суставе поэтому когда я хрущу сустав это что это кавитация на хорошо или плохо это нормально физиологическое состояние и если у меня простят суставы то это говорит только об одном что я еще жив ничего другого они не говорят другой вопрос что есть этот хруст сопровождается какими-то другими явлениями болью например нарушениями вегетативных тропическими это другой разговор тут надо разбираться но никогда хруст суставе не был признаком патологии к сожалению 99 врачей это полупроцвета врачей этого не знаю им никогда в этом не говорили хруст еще раз чтобы запомнили хруст суставе это нормальное явление которое получило название феномен кавитации почему он происходит и надеюсь вам понятно вот тоже самое с шейным отделом хруст шеи никогда признаком заболевания не был поехали дальше в шейном отделе есть два позвонка которые дюжи сильно отличаются от всех остальных это первый и второй чем они отличаются тем что тело первого от почковалось и приклеилось куда приросло к чему ко второму образоваться нет зуб образовался ко второму телу второго поэтому у первого позвонка тела нет поэтому объем движения между первым и вторым значительно больше чем между остальными но сама конструкция определила то что движение носят очень однонаправленный плоскостной характер только ротация если мы говорим что во всех отделах позвоночников есть и флексия и экспрессии на троплес не ротация что первым шейном и вторым есть только ротация но зато прошло 90 градусов объем движения в этом в этом сегменте следующий слайд но это еще не все для того чтобы такая конструкция могла существовать ей нужен фиксирующий аппарат поскольку сами позвонки держаться не могут и такой фиксирующий аппарат существует это так называемые крестообразные связки которые фиксируют зуб второго к телу первого образуя сустав крювелье так называемый но все фишка в том что эти связочки очень маханькие и очень тоненькие особенно у детей и вот если ребенок приходит в первый класс и садиться в известную вам позу за стол то у него голова куда падает уже не в трусы а куда она падает на парту она падает и вот чтобы она не падала на тетрадку вот эти связочки испытывают что в механическое растяжение а связочная породитель какой слабенький эластичный и что происходит с первым шейном и зубом зуб отходит к сзади а тело первого позвонка как бы впереди и просвет спинного канала что делает уменьшается к чему это приводит это приводит к ухудшению ликвара динамики понимаете о чем это речь поэтому к второму третьему уроку у такого ребенка что появляется головная боль он куда идет с этой головной боли в медпункт врачи он не идет врачей нету в школах их нету на педитических участках врачей на школах тем более их нету в лучшем случае это медсестра что делает медсестра она будет анальгин и говорит полежи он полежал связочный аппарат пришел что но он релаксировался возлюбился кмена просвет спина помогал что сделал расширился давление уменьшилась головная боль что прошла он полежал урок и на четвертый урок пошел дальше учиться и так каждый день через пару недель у медсестры появляется что подозрение что он что делает косит что он хочет уроки а ты такой такой и такой ребенок с подачи медсестры медработника учителей получает ярлык каких такой ярлык получает логаря лентяя педагогически запущенного или просто дебила и для педагогов этот ребенок уже не интересен кроме двоих он со школы что ничего не приносит в конце концов маме папе это надоедает кроме головной боли да ничего не приносит со школы он мама в конце концов папе надоедает они идут в участковую политику к педиатру педиатр стоит ставит тупейший диагноз у вас д мцд который абсолютно ни о чем не говорит мцд это еще одна помойная яма как раз так андроз куда сваливают все что непонятно никому да еще и хронический анахнодит это вообще цимус это предел новоологической мысли хронический анахнодит ну таких помойных я много дцп это тоже помойная яма в этом дело и такой ребенок получает я уже не только педагогический но еще и какой и медицинский и он уже на всю оставшуюся жизнь обречен быть ну где-то в конце где-то в конце ему педиатр тут же нарисуют какую справку от физкультуры мышечный корсет еще более детренируется связки еще более нет нагрозок связка атрофируется и его проблемы усугубляются дальше слайд и это эту грустную историю можно продолжать и продолжать я просто больше хватит ну это тоже самое только вот в пространстве и сверху поехали дальше давайте то есть вот это крайне вертебральный переход это очень функционально активная зона которая практически не знакома врача который практически не написано в медицинской литературе но практически каждый второй больной который приходит врачу педиатру в детском возрасте имеют те или иные нарушения в крайне вертебральной перехода зоне крани вертебрального перехода грудной позвонка ну здесь обстановка немножко проще во-первых здесь массивнее тело позвонка длиннее осисти от рота он в виде вниз суставные отростки имеют поперечное расположение ну как бы тормозят глубокая вырезка методом что инцидура подпочитая мощная мощные поперечные стихи отростки плюс еще и обратите нарисованы реберный каркас в грудном отделе поэтому подвижность такого отдела позвоночника грудного гораздо меньше чем шейного поэтому механические нагрузки на грудной будут какие меньше или больше чем в шейном меньше будут потому что подвижность объем движения грудного отдела меньше плюс греберный каркас который замкнут замкнутая цепь энергетические затраты на перемещение замкнутой цепи гораздо меньше чем открытой цепи мы в этом будем говорить это биомеханика уже которую к сожалению доктора не знают поэтому в грудном отделе он более благоприятен для скажем так ну для врачей чем шейный но тут есть одно маленькое но в грудном отделе о котором опять же надо помнить на уровне грудного отдела по передней поверхности тел позвонков с обоих сторон проходит тронкус симпатикус чулы и любая механическое нарушение подвижности двух смежных позвонков в этом месте хотим мы или не хотим будет отражаться на тронкус симпатикус а с чем связан тронкус симпатикус с вегетативной нервной системой он связан с функцией внутренних органов поэтому патология позвоночника грудного отдела очень широко перекликается с патологией висцеральных органов аритмии сердца нарушение сердечного ритма нарушения ритма дыхания нарушение функции иннервации живутся кишечного трапа и так далее это все может быть я не говорю что сто процентов 90 это связано именно с функцией позвоночника но к сожалению врачи интернисты об этом как правило что не знает вот что плохо поехали дальше поэтому грудной отдел очень тесно переплетается с патологией с проблемами висцеральных органов о чем надо помнить ну пару слов о тазе вот к сожалению в медицине существуют сказки которые о том что таз это якобы фундамент это якобы неподвижная структура костная там ду 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 чего только не написано особенно куша гинекологи ну такое про таз говорят что диву даешься на самом деле таз это очень подвижная очень мобильная эластичная структура даже в глубокой старости это обеспечивается сакролиокальным суставом связочным аппаратом симфизом но эта структура имеющая в своей строение замкнутую цепь она не может двигаться сама по себе она может двигаться только как вместе с всей всем комплексом и вот здесь сосредоточена одна очень интересная деталь такой маленький айсберг о котором никто не знает если одна никто не знает из клиницистов никто не знает если какая-то из этих частей таза будет находиться в состоянии ограниченного подвижной подвижности например крестец я пример беру крестец самая самая невинная шутка вот школьная взял стульчик и маша что отодвинул а маша отвечала и не заметила что стульчик уехал и садится куда мимо стульчика травма крестца да самая невинная ну все посмеялись хором да весело было на таком уроке когда маша мимо стула села посмеялись маша сцепила зубы зубы по рельефа пару дней больше что сделала прошла благополучно никому не сказала а также если сказала ее повели эту машу травматологу или ортопеду то поверьте мне на слова я сам по своему начальному образованию травмолог ортопед ничего он в этом кресте и копчики не найдет ну если у нас и ну потом может быть первым истоком копчиком вывезли перелом как правило ничего не найдет абсолютно не при информативен при таких но чтобы этой машины у него будет асимметричное положение креста поэтому одна кость подвздошная будет что сделано выше а другая будет какой куда ниже какой будет таз асимметричный косо скрученный кривой таз поэтому что будут иметь гинекологи у этой маши через 15-20 лет ну может быть и кесарева они будут клинические русский таз они будут иметь проблему с родом с водоразрешением и уже проблема маши и вася перейдет уже на кого на ребенка поскольку ребенок будет такой травмированный или кесаренный кесаренный это тоже травмированный то есть проблемы таза они очень тесно связаны из иннервации крестового копчика восплетения тазовых органов и с функцией все что выше стоит над крестом а что на крестом стоит что стоит даже на крестов позвоночник если крестец стоит криво то как будет помочь стоять тоже криво поэтому искривление позвоночника это не проблема позвоночника это чаще всего проблема других органов и систем ортопеды сами себе простили они 90 процентов сколиозов называют какими идиопатические о чем говорит идиопатический сколиоз они не знают они не хотят знать искать причину искривления позвоночника не надо вот идиопатические таких 90 процентов по статистике тех же ортопедов это позор когда доктор сам себе выписывают индульгенцию что искать причину не надо не изучать таз не надо изучать шейные отделы на эти мышцы кстати в ортопедии вообще меня умиляют ортопеды мои братья по разуму в учебниках ортопедии позвоночник спина начинается от седьмого шейного позвонка вы наверняка с этим сталкивались пардон а все что выше седьмого шейного это куда отнести оказывается епархия а что положение головы не влияет на положение позвоночника в пространстве лет или нет конечно лидер а это понятно любому специалисту кроме нейрохирургов и ортопедов потому что приказом министра здравоохранения в пятьдесят шестом году когда создавалась нейрохирургия все выше c7 отдали нейрохирургов им нужен был кусок хлеба чинуша министра здравоохранения тупо бездарно разделил на всех с вами на две части совсем и выше совсем и ниже и совсем и выше лечит один специалист от 6 и ниже лечит другой удивительно наша садковая медицина своим дебилизмом не знает про и бар понимаете его анатомия к сожалению она повторяет вот те родимые пятна которые достались нам от советской эпохи и к сожалению 15 лет на завязни украины а эти родимые пятна не только не уменьшились а еще больше шокируют увеличивается но это не самое главное вопрос другом что эти два позвонка то ли в грудном то ли в поясничном то ли шейном отделе они двигаются постоянно и для того чтобы они могли смещаться и двигаться между ними должна быть какая-то структура которая обеспечивает это движение такая структура есть условно ее делать на передний опорный комплекс средний опорный комплекс и задний опорный комплекс переднему опорному комплексу относятся нуклеоскую позу еще в ротоке к заднему опорному комплексу относят дуготрощитые суставы именно эти передние и средние и задние опорный комплекс имеют наиболее важное для биомеханики подночное оснащение средняя часть как-то она менее начало это задние опорный комплекс да ну вот средние это между серединой нуклеоскую позу до начала сустава да вот эргенологически мы видим что при движении позвоночника в шейном отделе здесь показан шейный отдел параллельность суставных поверхностей сохраняется и возникает вопрос как может одна и та же структура передняя часть которой является шарик дуготрощитого позу это что такое шарик да цилиндр сколько осей движения у шарика нет 3 шаровидный сустав плечевой ребята но это такое изучать три оси движения у шарика шаровидного сустава дуготрощитого позу а какой это сустав это плоский сустав какие движения осуществляются в шаровидном суставе круговые движения а какие движения в плоском суставе линейные движения и вот объясните мне как может одно и то же тело одновременно совершать и угловые в трех плоскостях и линейные движения в трех плоскостях дело в том что анатомия изучается на первом курсе а рентгенология на каком курсе на третьем а вопросы я вам задаю на шестом поэтому то что вы изучали на первом и на третьем уже что сделалось забылось и ответа на этот вопрос казалось бы нету как одно и то же тело тело позвонка может одновременно осуществлять 3 угловых и 3 линейных движения но ответ есть и позже об этом скажем поехали дальше пока только вопрос и так нуклеус пульпозис вот в таком виде которым он нуклеус пульпозис изображено на снимочке он существует до двух лет до двух летнего возраста то есть нуклеус пульпозис как нуклеус существует до двух летнего возраста после двух летнего возраста постепенно идет фибротизация диска оно прорастает коллагенными волокнами и на нем на месте его формируется внутридисковый комплекс так называемый причем создается в условиях повышенного внутридискового давления до 5 атмосфер что надо хочу о диске что диск не содержит сосудов после 15 лет и диск не содержит нервных окончаний рецепторов поэтому разрушение любое разрушение диска до двух третей своего объема болью не сопровождается боль из-за диска это сказка это сказка которую придумали сами доктора придумали из-за дефицита знаний по анатомии и физиологии дальше поехали тут нечему болеть здесь нет рецепторов если есть давление корешка то там болезнь нет минуточку про корешки мы чуть дойдем до корешков мы еще не добрались но диск не существует сам по себе он существует только в комплексе с высшим и ниже лежащим позвонком кроме того и высший и ниже лежащий позвонок и диск окружают связки, мышцы, нервы, сосуды то есть мы и это все двигается постоянно в процессе жизнедеятельности то есть мы имеем функциональную единицу двигательную единицу позвоночника так называемый позвонково-двигательный сегмент который входит помимо позвонков и нуклеус-кульпоза входит спиной мозг, корешки спиной мозг до L2 ниже L2 спинного мозга нет, есть конский хвост и мышцы и связки, которые окружаются следующий слайд